приветствую вас домики леоцитрус сегодня пойдет речь о саженцах из грузии который привиты на трифолиату о них было два ролика как их реанимировать как спасать и я покажу что в итоге получилось в принципе саженцы те все выглядит хорошо мне нравится это вот они уже конечно перепутались не все я могу вспомнить кто какой был это были вот эти вот три которые были просто вырваны который была ужасная корневая система не были с голой корневой системы выглядят они замечательно это кумкват это тоже кумфат это мандарин то есть крона у них отросла хорошо вот кумквата еще новые приросты вот тут приросты вызрели новых еще не дали корневая система тоже у всех хорошо развилась вот какие корни торчат . как бы им даже можно было бы уже и горшочки немножко увеличить это были именно те с голой корневой системой для трифолиаты в таком состоянии в котором они были очень было сложно подобрать горшки потому им пришлось подбирать высокие худые горшки что корней она была все сухо все было очень плохо сейчас же мы имеем вот такую картину корни хорошие и достаточно было бы насыпать просто на дно свежего грунта но здесь нет запаса неудобно будет поливать нужен горшочек чуть чуть повыше этому точно так же у него была самая высокая корневая система тоже вот сколько корней торчит но здесь был еще горшочек видите на дне у него и решетка то есть нужно горшок чтобы дренажные отверстия были сбоку или не в таком большом количестве потому что очень много корней вылезло но при этом компатик выглядит хорошо надо подумать куда его перевалить или может быть достать положить какое-то агроволокно на дно горшка вернуть его на место чтобы корни не торчали лишний раз не находились в воде потому что скоро осень в общем надо подумать и этим саженцем уже я буду добавлять осмокот корни они развели шикардосны крона тоже хорошая их пора удобрить хорошим пролонгированным действием если удобрение по листу они конечно уже получали и сразу после пересадки они получали формулекс и все я их только полила и несколько раз попшикал формулексом и они просто стояли у меня в зимнем саду немножечко притяненные под мандарином чтобы солнце все-таки их не обжигала потому что я так не было совершенно вы же помните а если не помните можете посмотреть ролики саженцы из абхазии называется или саженцы на три валять вот это те которые были с открытой корневой системы голенькие печальники еще один саженец у меня не прижился я хотела его выкинуть пережился и ладно освободим горшочек и освободим место вот один экземпляр не захотел и он отсушил вот и все сухое а вот вместе прививки конечно еще есть зеленая зона ну не знаю отрастет не отрастет вот это все можно срезать и оставить саму трифолиат и и хотел выкинуть но вытряхло а у сама трифолиата она в принципе начал отрастать у нее начали появляться корни то есть он не пропал потому мы сейчас возьмем секатор скрапываем механизмом здесь же прививки деланы сделали с почкой а нет нужно то все смело срезать не оставить пусть отрастает трифолиата и будущем на нее что-то привить даже трифолиата сама не пропала это вот та печалька которая была в баклажке куплена за 300 гривен кумкватик этот кумкватик который был куплен в баклажке сидел за 300 гривен я его подписала за дохликом что не было вообще шанса на его спасение рос он в очень плохом грунте вернее был посажен не очень хороший грунт но я такой не люблю много органики вот и он целый задохлик но он уже не задохлик бирочку можно стереть кумкватик отрос отрос хорошо то есть следующем году можно ждать полноценного цветения и корни он нарастил тоже замечательный эти трифолиата хорошо нарастила корешочки можно ему увеличить немножечко по высоте горшочек и подсыпать удобрения некоторые вот тоже кумкватик он даже уже завязал парочку плодов но это наверное были из тех которые были в пакетиках я уже сейчас не могу вспомнить кто именно из них были некоторые в горшках а некоторые были в рукаве для рассады наверно было рукав для рассады и вот видите прекрасно зацвел уже два плодика пусть они в состоянии нормально расти тоже корни вот хорошо подобрать им грунт условия и такие саженцы хорошо очухивается приходят в норму остальные саженцы тоже были в горшочках кто-то в рукаве я уже не помню даже кто из них где хорошо отросли вот уже отрастает даже трифолиата трифолиату мы конечно же удаляем и не мешаем расти нашим саженцем и вот смотрите сколько молодого прироста то есть еще август и сентября это будет полноценный хороший саженец опять же корешочки у всех есть где то есть даже червяк в грунте домики тут строить свои то есть все все абсолютно саженцы чудные а тот кто не захотел на него все равно хорошие трифолиата которую можно потом использовать вот этот очень легкий его нужно увеличить очень быстро пересыхает это апельсин все все хорошо со всеми саженцами приросты дали хорошие все чики бомбони и даже пытается отрасти трифолиата трифолиата удаляем и будем растить хорошие саженцы получить нормальное полноценное растение из таких саженцев с открытой корневой или же они будут только привитые там слабая слабый такой отросточек в руководителя рассады вполне возможен за сезон то есть вы видите хорошие саженцы получаются все возможны все реально нужно просто подобрать хороший грунт и полив самое важное это конечно же полив и когда вы посадили такие саженцы не нужно его пичкать какими-то удобрениями или еще чем-нибудь подойдет только формулекс ради фарм то есть что-то для развития корневой системы для того чтобы корням было легче освоить грунт и наращивать корневую систему после того как она там осваивается они осваивают грунт у них нарастает и крона и вот даже некоторые экземпляры ну вернее всего лишь один пока комкватик даже с плодами выдираются эти саженцы если вы покупаете с открытой корневой то это уже саженцы 2-3 лет они в состоянии плодоносить они бы наверное плодоносили если бы оттуда не вырвали зверски вот ничего он мы тоже можем посадить и через год получить полноценное деревце так что растите саженцы на 3 поля не бойтесь если попадется возможность покупать покупайте адаптируйте их под свои условия и вы получите полноценное водоносили деревца оставьте комментарии до новых встреч а